Добро пожаловать на седьмой урок. Сегодня мы поговорим о расположении оборудования в серверной стойке. Сразу скажу, что это не настолько важная тема, как три предыдущих урока, но все же этому стоит уделить некоторое внимание. Опять же, умение делать подобный документ показывает ваш профессионализм именно как инженера, но обо всем по порядку. Итак, если кто-то вдруг не знает, то вот так выглядит серверная стойка, куда обычно помещается серверное и сетевое оборудование. В больших инфраструктурах или цодах стойки под сервера и сетевуху почти всегда разные. Но если мы говорим о серверной небольшой компании, небольшой и средней, то они довольно часто, так сказать, миксуют оборудование в одной стойке. В целом это разумно с экономической, да и, наверное, логической точки зрения. Есть разные модификации шкафов, но в целом у них, наверное, две основные, характеристики это высота и глубина. Высоту измеряют в юнитах, по сути стандарт для оборудования, которое устанавливается в 19-дюймовую стойку. 19 дюймов это, кстати, ширина. Минимальный размер оборудования как раз один юнит. Шкафы есть разной высоты, но самые распространенные, на мой взгляд, это 42 юнита. Его чаще всего можно встретить. Ну и глубина. Ее измеряют в сантиметрах и тут уже, по сути, есть два класса шкафов. Это серверные и телекоммуникационные. Серверные глубже, так как сервера в целом длиннее, чем коммутаторы или межсетевые экраны. Что же отражает в стойке, создавая документ с расположением оборудования? Тут ничего сложного, на мой взгляд. Это первое, все сетевое оборудование, то есть коммутаторы, маршрутизаторы, медиаконвертеры, межсетевые экраны, ну и так далее. Естественно, сервера, куда без них. Кабельные органайзеры, чтобы просто знать, что какие-то юниты у нас уже заняты. Патч-панели, УПСы, то есть источники беспребойного питания. И чуть реже обозначают блоки розеток и монитор с кавиатурой. Очень удобная штука, если есть еще КВМ-свитч, и вы прям не отходя от серверной стойки, можете подключаться к всему оборудованию. Но это обычно используется либо при первоначальной настройке, либо при возникновении каких-то проблем, когда почему-то невозможно подключиться удаленно. Тут, думаю, все понятно. Зачем вообще нужен этот документ на практике, кроме как показать свой профессионализм? Во-первых, это для порядка. Бывают случаи, когда нужно быстро найти какое-то оборудование в стойке, перезагрузить что-то или подключить еще один кабель. И тут почти всегда начинается муки поиска, особенно если вы не часто бываете в серверной и особенно если вы вообще не рядом с серверной и просите какому-нибудь там коллегу помочь вам. Вот тут очень поможет наш документ. Вы сможете точно сказать, в каком юнити, какое оборудование, благодаря L2-схеме и найти нужный вам порт. Во-вторых, для планирования будущих работ. Весьма часто приходится модернизировать сеть, докупить маршрутизаторы, коммутаторы, сервера или еще что-нибудь. То есть то, что будет устанавливаться в стойку. И хорошо сразу бы знать, поместится ли это все оборудование к вам в шкаф. Серверный далеко не всегда рядом с админом, соответственно, дойти и посмотреть в серверную не всегда возможно. Ну вот, собственно, и вся теоретическая часть. Поэтому давайте теперь попробуем создать типовой документ по расположению оборудования в стойке. Для этого открываем наш документ. Два схемы, с которой мы закончили. Ну и по традиции уже создадим новую вкладку. Переименуем. Пусть будет называться стойка. Так, и теперь здесь мы можем добавить специальную категорию иконок. Называется она... Так, и где они? Это стойки и оборудование. Тут их несколько категорий. Применяем. И переходим сюда. Начинаем мы, естественно, со шкафа. Здесь есть два варианта. Такой и вот такой. Я предпочитаю этот вариант, поскольку он здесь нумеруется и как бы есть место... Нумеруются юниты и есть место для того, чтобы подписать оборудование. Поэтому берете этот макет. Да, важно желательно сразу перевернуть страницу. То есть сделать ее портретной. Для того, чтобы у нас поместился шкаф 42 юнита. Хватаем за низ и перетягиваем. Как я уже говорил, классический шкаф это именно 42 юнита. еще один. Так, готово. Вот наш шкаф и начнем его, скажем так, набивать. Чаще всего вверху шкафа располагаются патч-панели. То есть к ним сходятся все кабели как раз от пользователей, от розеток, которым подключаются пользователи. У нас есть специальный значок патч-панели. Вот классическая 24 юнита, трехпортовая. Ставим ее сюда. По непонятной мне причине... Так, давайте я увеличу немножечко. Элементы почему-то не подходят, но их можно растянуть. Так, если помните, у нас сколько? Три свеча по 24 порта. Значит, у нас примерно такое же количество, скорее всего, будет и патч-панелей. Ставим сюда. Сюда. Далее обязательно нужно добавить кабельный органайзер, поскольку нам нужно будет коммутировать оборудование. Точнее, укладывать кабеля. А кабеля мы будем укладывать к нашим коммутаторам доступа. Здесь я обычно беру цисковские иконки. Здесь их довольно много. Называются они по-разному, но на самом деле это не такая большая суть. Можете выбрать любой, который вам нравится. Я, по-моему, обычно пользуюсь вот таким классическим. То есть, предположим, что это наш коммутатор доступа. Их у нас, если помните, три штуки. Ну, то есть, логично коммутатор доступа располагать поближе к патч-панелям, куда, собственно, сходятся все кабеля. Три штуки. Сразу подписываем их. Естественно, лучше соблюдать, точно использовать те же самые имена. У нас, соответственно, это userSwitch1, 2, 3. Давайте так и сделаем. User User Switch1 Продублируем. 3 2 И, опять же, это для порядка. То есть, чтобы мы точно знали, в каком юнити находится какой коммутатор. Плюс желательно, ну, точнее, не желательно, а обязательно нужно маркировать оборудование. То есть, когда вы его вставили в стойку, сюда лучше приклеить наклейку. Опять же, чтобы можно было быстро сориентироваться по серверной стойке. В этом случае вам даже не столько будет нужен этот документ. Именно при поиске. Да, скорее всего, на самом деле, нас не получится, не стоит располагать оборудование так близко. Желательно между коммутаторами тоже вставлять патч панели. Опять же, для удобства коммутации. Точнее, не патч панели, а органайзеры кабельные. Пусть будет здесь. Здесь. Так, у нас здесь немножечко съехало. Готово. Третий свитч. Второй. Выровняем. Готово. Далее, по идее, можно отразить коммутаторы ядра. Опять же, отделим с помощью кабельного органайзера. Можем взять точно такую же иконку коммутатора. И именно. Так, если я правильно помню, это Core Switch 1, Core Switch 2. Все верно. Переименуем. Switch 1. Core Switch 2. Если вам урок кажется немного скучным, можете поставить на ускоренное проигрывание. Там, x1.5, например, в YouTube. Или даже x2. Так, коммутаторы ядра мы отразили. Я обычно всегда их тоже отделяю кабельным органайзером. Потому что обычно здесь довольно много кабелей. Вот. Что дальше у нас есть? У нас есть еще серверные коммутаторы и, собственно, сервера. Стерверные коммутаторы, стек, тоже располагаем их рядом. Так, нужно немножко подровнять. Второй. Сразу именуем. Это srv switch 1 и srv switch 2 есть есть теперь собственно сервера я обычно использую иконки d ски пусть у нас будет здесь четырех юнитовый он сервер то наверное слишком большой а вот двух юнитовый самый раз большой сервер под виртуализацию их у нас как помните два занимаемых дальше опять кабельный органайзер наверняка здесь пригодится чтобы уложить все провода что у нас еще дальше дальше тут фэрвола собственно тут я беру цисковские опять же иконки а пусть будет такая то есть я взял цисковая security appliance но это не столь важно на самом деле они у нас одна юнитовая фэрвола и их два кластер скопируем сразу два выровняем так это у нас чекпоинт fv1 fv2 чекпоинт фэрвола и чекпоинт фэрвола и чекпоинт fv2 готово еще у нас есть сервера не забываем тоже нужно подписать мы их назвали с рв1 и с рв2 опять же чуть-чуть выровняем посередине двух юнитов готово далее у нас есть еще dmz свитч еще два сервера давайте скопируем dmz свитч он у нас один поэтому наверное не будем вставлять здесь кабельный органайзер сразу его проименуем как он у нас назывался dmz свитч выравниваем добавим опять кабельный органайзер чтобы все красиво уложить и собственно наши два сервера опять возьмем девовские пусть это будут одноюнитовые сервера что у нас осталось у нас остался outside свитч и собственно два медиа конвертера переходим сюда опять же для порядка ну нет здесь думаю не стоит ставить органайзер поскольку оборудования очень мало да кстати хорошие серверные шкафы у них есть еще кабельный органайзер здесь сбоку чтобы можно было красиво укладывать кабеля не получилось хаоса типа как мы привыкли видеть на картинках ужас системного администратора так коммутатор мы outside коммутатор поставили давайте опять же сразу подпишем чтобы ничего не потерять как он у нас называется outside свитч outside вич да и мы забыли подписать сервера они у нас называется srv3 и srv4 srv3 и srv4 выровняем готово так далее у нас остались по сути только два медиа конвертера медиа конвертеры редко бывают те которые прям 19 юнитовые ой 19 дюймовый и ставится стойку они обычно маленькие и чаще всего для этого в серверный шкаф вставляется полка а уже в полку можно добавить наши медиа конвертеры я здесь подбирал значок сейчас попробую его найти нам нужно какое-нибудь маленькое устройство да вот кстати смотрите у hp тут немножечко более привычный в виде выглядят модельки то есть можно было использовать такие тоже довольно органично смотрится но это дело вкуса на самом деле давайте возьмем вот такую штуку просто сделаем ее немножко поменьше и добавим их две к нам на полку то есть в шкаф ставится полка на нее уже кладет кладутся медиа конвертеры подпишем их тоже это у нас получается d-link 1 d-link 2 d-link 2 готово ну и обычно в самом низу у нас располагаются бесперебойники это как вы понимаете apc я думаю на нашу стойку хватит двух юнтово apc так ну вот собственно и все давайте посмотрим она выглядит полностью вот такая у нас получилась картинка теперь мы точно знаем в каком юните какое оборудование у нас расположено мы точно знаем сколько юнитов свободных у нас осталось при планировании например какой-то модернизации до закупки оборудования вот то есть вот наш набор из четырех документов которые можно назвать так сказать рабочей документации с помощью которой можно поддерживать в актуальном состоянии свою инфраструктуру наверное это все что я сегодня хотел рассказать в данном уроке спасибо за внимание и жду вас в следующем уроке прохfan прохга красник